Всем привет, дорогие зрители! Сегодня мы прогуляемся с вами по центральной части нашего любимого города, города Якутска. Эта центральная улица называется проспект Ленина. Вот, и мы находимся на проспект Ленина 1, это вот здание КГФ. Здесь находится высшая школа инновационного менеджмента при главе республики. Также находится в этом здании технопарк Якутия, то есть IT-парк, это филиал. Так, давайте начнем с самого начала. Здесь, как вы видите, находятся 10-3 микрорайон и 202 микрорайон. Это весь второй микрорайон, это старый уже район получается. Он был построен на намывных песках, где-то в 80-х годах, по-моему. Они на сваях также стоят на песке. Соответственно, справа видим уже новый район, 203 называется. Он уже очень активно застраивается и практически уже готов. Большинство домов уже построено. Тут уже технология такая же, как на 203 микрорайоне, тоже как на песках стоит. Но уже без свай, без худих немножечко, так сказать. И у каждого дома практически имеется своя подземная парковка. Это очень классно. В общем, обзор на 203 микрорайон будет отдельно. Так, давайте мы начнем нашу прогулку вместе с вами с проспекта Ленина 1. И до проспекта Ленина 50. То есть мы пройдемся с вами по центральной улице города Якутика. Вот такое красивое здание здесь находится. Здесь раньше в КГФ, вот это здание КГФ назвалось «Корпус гуманитарных факультетов». Находились институты Северо-Восточно-Федерального университета. Они уже переехали, освободили данное здание в этом году, в 2019. И эти парки уже работают. Вот я там ни разу не был. Кстати, обзоры сделаю в будущем обязательно. Всем, наверное, интересно посмотреть, как здесь. Мне тоже интересно. Очень красивое здание. Также в этом здании есть и Алмаз-Регенбанк. Это наш республиканский банк. Очень такой крупный, серьезный. И, можно сказать, единственный. Татта-банк закрылся уже. Так, с правой стороны мы видим педагогический институт, тоже Северо-Восточно-Федерального университета. Ну что ж, давайте не будем останавливаться и будем идти дальше. По ходу нашей видеопрогулки я буду периодически исчезать, так скажем, молчать, чтобы вы сами все услышали, погрузились в наш город. Так сказать, сами как будто гуляли. То есть вы видите как будто собственными глазами все, что сейчас видите. Здесь киоск маленький. Здесь, когда в КГФ учились студенты, это финансо-экономический институт, юридический институт и так далее. Они здесь вовремя обеда выходили, покупали всякую еду. Здесь граффити тоже нарисовали. Здесь раньше День Победы, по-моему, было нарисовано. В прошлом году, по-моему, рисунок. Совсем другой стал. Очень красиво, мне нравится. Здесь у нас педагогическая академия. В общем, район такой, знаете, студенческий район был. Здесь, получается, остались сейчас будущие преподаватели, учителя. Справа видим здание. Здесь находилось Министерство предпринимательства инвесторазвития. Ранее так называлось. Затем они переехали на проспект Ленину, там дальше. Вы видите, также агентство инвесторазвития находилось. Из Тревелевскафе. Очень классное, кстати, кафе. Кофе у них классный. Кофейный. Так, секунду, я сейчас наскрою экран. Ну да, все, можем идти дальше. Ну да, все, можем идти дальше. Кофе. Да. Кофе. 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 кстати в этом году у нас открылась федеральная бургерная как федеральная тимати black star бургер народу там очень много на открытие ой сколько любит он был раньше когда фотографом был есть уже очень придет фотографировать фотки получается очень-очень классные с той стороны тоже так мы выходим уже центру здесь у нас пуши таджиникидзе скажем так город начинается именно с этого места здесь москве да это как нулевая отметка же есть 0 километр вот так же у нас в городе якутске вот с этого места начинается центр нашего любимого города из нас магазины как обычно в проспекту куча магазинов как у севера это ржанка это история парень это то что ты знаешь что я знаю это и куть новый куз парень почта фанта идем дальше очень красиво я просто обожаю свой город в летнее время вообще он самый красивый самый такой теплый позитивный очень обожаю лето в якутске душа радуется постоянно на позитиве все же мы уже подходим ближе к месту где людей очень много да я сегодня выбрал виде прогулку выходной день воскресенье на вечер когда меньше людей и машин тоже меньше ну как видим все равно машин хватает людей тоже но замечу будние дни центре очень очень много народу и машин гораздо больше то что вы сейчас видите просто представьте два раза больше поток здесь такая старая гостиница лена давно работает почему година телморт у кстати у этого в этой сети телморта очень прикольный pr-менеджер хочу заметить у них такой первое реклама зерка одного очень прикольного название я не буду конечно звать кто понял зая в этом здании находится расселеку основная масса населения сидит вот на этом интернет-провайдер как раз стелеку я кстати на расселеку ими уже 2002 года и царь и клиент послали очень любитая данный интернет-провайдер если вот вы не поверите всего 2 в общем проблем практически не было никогда видимо мне повезло так так мы пришли называется район этого города центральный называется лучше даже увидеть это здесь на остановке центральный называется также у нас магазинов очень много практически везде весь центр вставлен магазинами скверт такой классный в переди мы видим это окруженная администрация города якутска по своими словами мэрия города кстати вот вы напротив видите кинотеатр центральный это у нас один из самых старых кинотеатров нашего города это здесь очень классно самом деле это один из моих любимых кинотеатров я посещаю уже самого-самого детский 90 годов то на своей стороны у нас получается торговые центры Проспекцию Те люди, которые сегодня попали в объектив моей камеры, удивятся, наверное, увидев на днях данный выход. Вот море города. На штампе жить. Голова сидит на пятом зале заместителя. Так, справа, наверное, центральный, мой любимый кинотеатр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, мы подошли, получается, к ближе к проспекту, ой, к проспекту, площадь Ленина Ближе к площади Ленина находится у нас административное различное здание Где находятся исполнительные органы государственной власти республики Вот, в этом здании сейчас сидит, получается, Министерство предпринимательства Раньше госкомзаказ находились, потом расформировались и так далее Дальше видим с правой стороны коричневого здания Это гостиница «Полярная звезда» Одна из таких туповых гостиниц нашего города А так, как вы заметили, у нас весь центр построен, получается, зданиями двухэтажными, трехэтажными Ну, конечно, есть и высокие здания, но их мало, собственно, практически сон, вам такие вот дома Вот, 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 вот этот тупик Субтитры делал DimaTorzok 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 к вас наверно свежает летнее время до уже с очень жарко кстати в якутске всем привет вот так вот идем нравится да прогулка поехали дальше кстати ребята мне кажется можно было бы сменить сторону улицы до с той стороны может пройти как думаете а так-то более так это у нас самое главное здание якутске да и целом якутии это дом правительства номер один также к нему идет пристроит здание государственное собрание у тумы здесь сидит глава председатель заместители председателя секретариаты а за ленина это дом правительства номер два здесь находится находится различные министерства республики и сердце образования сердце внешней связи сердце культуры министерство молодежи и так далее а еще вот слева вот в этом здании находится сердце жилищного коммунального хозяйства энергетики а также разные тоже министерства разные это уже министерство продем дальше Продолжение следует... 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 про машины не вернемся у нас машина его но все производства toyota lexus nissan mazda вот такие японские бы больше большое количество процента конечно toyota он дает у меня сама кайет все машины которые будут стоять это кирпичное здание очень старая кстати это национальная библиотека очень красиво как изнутри так и сооружен я тут на ноги стал я кусь мой город я тут живу я кусь мой город а ты же красивый здание здесь у нас находится банк втб ну бургер хит у нас бургеров кстати наверное заметили очень много по центру я скажу с голоду не помрешь не останешься подходим к району нашего проспект ленина район называется туймада ну что ребята как вам погружение надеюсь вам нравится дальше так это остановка у нас у нас кстати про автобусы расскажу у нас автобусы преобладают производства паз такие не длинные короткие смазки где-то 2536 а кстати очень удивительно середина июня и в городе вообще комаров нету это очень странно потому что обычно в это время это самый сок самый разгар комаров в городе я не знаю денег пока повезло у населения кайфуем наслаждаемся отсутствует комаров можно спокойно гулять мешать свежим воздухом загорать очень наслаждаться но ты как думаешь так в этом здании находится у нас академии наук очень такое красиво это здание здание все такие практически посмотрите и что-то бывает вперед дороги это у нас самый длинный пешеходный переход В Якульске В Якульске Открасно так, а? Открасно Как мы видим, в Якульске очень классно Солнечные цветы Мы находимся где? Это локация Театра оперы и балета Да, у нас театров очень много Не так много конечно На центральной улице их три Это Саха театр Наш национальный русский театр И вот театр оперы и балет Эй 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 Продолжение следует... Ребят, ну я, по-моему, удачно выбрал день вечерний, в воскресенье. Людей мало, машин мало. И прекрасно все получилось. Посмотрим, как на выходе. Я думаю, все отлично. Так, ну, до окончания видео нашей прогулки остается совсем немного. Вот до конца этой улицы перейдем туда. Через две улицы, получается. В общем, до озера Талай дойдем. И все. Ладно, давайте пройдем в тишине. Вы почувствуете всю атмосферу города. Звуки, ветер, машины и прочее. Справа это здание прокуратуры республики. Красивое, да? Так, давайте перейдем дорогу, да? Чуть нет. Давайте пройдем дальше и там перейдем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Так, успеваем перейти. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какая красота. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мы подошли практически до конца центральной улицы. Называется проспект Ленина. Мы с вами начали с проспект Ленина 1, заканчиваем проспект Ленина 50. Кстати, вот напротив меня, вы видите, это один из самых старых кинотеатров нашего города. Называется кинотеатр Лена. Тоже мой один из любимых, но центральный кинотеатр, свой же любимый. Так, здесь дорогу перейдем и по другой стороне пройдемся до воркаут площадки. И на этом мы закончим нашу видеопрогулку. Кстати, вот видите здание, да? Здесь раньше находился культурно-досуговый центр под названием Европа. Простыми словами, просто ночной клуб Европа. Он раньше был, знаете, такой пафосный. Ну, со временем, конечно. Стал нормальным, а потом вообще это заведение перестало приносить прибыль хозяевам, и они решили его продать. Продали, и сейчас там, по-моему, театр что-то здесь находится. Что-то с театром связано, я не вникал. Законелся зеленый сигнал светофора. Может быть... Так, вот кинотеатр Вена. Классный кинотеатр, да? Этот кинотеатр в народе очень сильно любит. Тоже нравится. Что ж, давайте пройдем в эту сторону. Кстати, вот таких шаурма, да, у нас в городе тоже очень много. Они везде практически очень, видимо, такой приносящий большой доход. Маленький бизнес. Так, простите, не за небольшую задержку. Очки положил. Ну что ж, вот так вот. Сейчас мы подойдем до одного места. Очень классного. Это у озера находится спортивная площадка, ворка, площадка называется. Это мое одно из самых любимых мест, как сам спортсмен. Люблю турники в Руси. На них я с детства занимаюсь. Как красиво, да? Это у нас озеро называется Талая. Здесь очень много обычно бывает собачников. Они выгуливают своих собак, питомцев. У меня, кстати, раньше тоже собака была. Я любил его. У меня, я люблю выгуливать здесь. Хорошая времена будет. Справа мы видим, получается, здание РЛ. Здесь находится одна из популярных фитнес-залов города Якутска. Это статика. Они, кстати, открыли еще второй филиал. Это возле Дома быта на улице Дзержинского. Мы Дзержинского не показали. Но я вам районы города буду показывать. Все в будущем посмотрите. Такое место у нас. Каудзуна. Занимался, ребята. Очень крутое место, да, ребят? Это одно из самых любимых мест. Здесь вообще мощно. Тело, кстати, можно прокачать не только в тренажерке, да? В летнее время можно позаниматься здесь. Здесь практически все есть, где занять. Турник, брусья, скамья для пресса. Ты когда в Чехию-то прессишь? Упс, простите. Ну, сначала я в этот... Включай, я кнопку нажал, перевернулась камера. Как-то так... Брусья. Ну что ж, ребята... Что ж, ребята, мы подошли к концу нашей видеопрогулки. Я надеюсь, что вам прогулка понравилась. И не отчаивайтесь, такая прогулка у меня будет очень часто по различным районам нашего города. И не только видеопрогулки, но и будут также различные красивые клипы, отличную музыку нашего города. Ну и также мы будем дальше... Вместе со мной вы будете тусоваться в различных красивых местах, локациях, как бы мини-тревел-влогах и так далее. В общем, ждите, и все будет супер! Всем счастливо!